Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 22 сентября. И перед началом хотел сделать небольшое предупреждение, что на следующей неделе я буду находиться в отпуске, поэтому наши видеообзоры будут возобновлены уже начиная с октября. Ну а пока давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент по основным финансовым инструментам и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Сегодня с утра мы видим уже попытки закрепления выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Эта область 1.1952 по данному активу вчера также не смогли обновить локальные минимумы после заседания ФРС и решения по процентной ставке. И на текущий момент пара евро-доллар планомерно возвращается уже в восходящий канал, поэтому на текущий момент ближайшая перспектива по движению – это область 1.2033 в области восходящего тренда. Пара британский фунт, американский доллар также мы видим, что не смогла закрепиться на этой неделе ниже минимальных значений, которые были зафиксированы. Это область 1.3470, что в свою очередь пока нас оставляет в тенденции восходящей по данному активу. Если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые были на этой неделе, то тогда уже вероятно начало коррекционного нисходящего движения. Ну а пока торгуемся выше минимальных значений, которые мы видели. Тенденция на укрепление остается в приоритете. И ближайшие цели движения – это уже область 1.3650 и 1.137. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает корректироваться, продолжает снижаться. Сегодня с утра были попытки торговаться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера. Ну а возврат к покупкам уже будет актуален только после обновления максимальных значений, которые мы видели на прошлой торговой сессии. Это область 80.35, тот ближайший уровень, который пока мы можем отметить в данном случае. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра закрепилась ниже минимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 112.136. На текущий момент в рамках краткосрочного тренда нас возвращают к продажам по данному активу. И в перспективе мы можем перерасти уже вновь в основной нисходящий тренд по данной паре, увидеть японскую иену уже в области 108. Ну а возврат к покупкам будет вновь актуален после обновления максимальных значений, которые мы видели вчера. Это область 112.72. Пара американский доллар и канадский доллар также торгуются сегодня уже за минимальными значениями, которые были зафиксированы вчера. Также обращу ваше внимание на то, что максимумы обновлены не были и торговались также в достаточно узком диапазоне. Поэтому на текущий момент уже начало краткосрочной нисходящей тенденции, по крайней мере в рамках часового таймфрейма, является актуальным. Пара евро-фунт на текущий момент также корректируется. Ближайший уровень поддержки находится в области минимальных значений 87.82. Возврат уже к покупкам будет актуален после обновления максимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 88.33. По золоту на текущий момент мы видим продолжение нисходящего движения. Вчера доходили до минимальных значений в области 1288 долларов за тройскую унцию. Возврат к покупкам мы можем рассматривать после преодоления уже максимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 1301 доллар за тройскую унцию, краткосрочный уровень. Более важный уровень, в данном случае по золоту, который я хотел бы отметить, это область 1315 долларов за тройскую унцию. Преодоление данного уровня уже будет более вероятно для следующего рывка уже в область 1360 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает торговаться в восходящем тренде. На текущий момент ближайшая цель это закрепиться выше отметки 56.57. Ну а начало коррекции или возврат к продаже мы можем ожидать только после ухода ниже минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 55.78. По индексу DAX сегодня с утра мы видим торговлю уже ниже минимальных значений, которые видели вчера. Также индекс не смог обновить максимальное значение, которое мы видели 20 сентября. Поэтому на текущий момент вероятно начало коррекционного нисходящего движения по данному активу. И возврат к покупкам вновь может быть актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 12.641. Пока торгуемся ниже 12.581, тенденция на снижение остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо. Всем желаю хороших выходных. Хорошей также следующей недели. И напоминаю, что с вами мы возобновим уже наши видеообзоры, наши вебинары через неделю, начиная со 2 октября. Всем спасибо, всем успехов и до свидания.